Всем привет! В очередной раз познакомлю вас с товарами из Китая. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я начинаю. Поехали! Ну и сегодня у нас очень интересная компания OneMore. Они производят наушники. При этом наушники за низкую стоимость, очень высокого качества. По крайней мере, они об этом заявляют. У них есть официальный магазин на Алиэкспресс. Ссылочки будут в описании. Товар шел три недели. В принципе, ничего странного. Вот в таком пакетике, не совсем понятном, мусорном, мне не нравится, когда приходят в таких пакетах. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы товар был исправен. Сейчас много о них, скажем так, говорят разные блогеры, потому что товар, в принципе, они рассылают на обзор. Мне за это не платили. И что это? Блицвольф? О, нет! Это не OneMore. Это не OneMore. Это Блицвольф, друзья. В общем, я так и понял, потому что наушники до сих пор трекаются, как где-то там на таможне. А это у нас компания Блицвольф. Я не знаю, что здесь находится, но, скорее всего, тоже уши. Давайте более детально посмотрим, что здесь. Итак, коробка новая. Все абсолютно новое. Да, круто. Когда все новое, это очень хорошо. Итак, компания Блицвольф. В основном продается в магазине Gearbest. Ссылочки будут в описании. И такое бывает. Даже я перезаписывать не буду этот дубль, потому что все было в лайф-режиме. Компания Блицвольф, в принципе, она зарекомендовала себя как производитель хороших, качественных аксессуаров. Зарядки, кабели, моноподы. Вот все, что с этим связано, они делают очень хорошо. Упаковку вы видели. Ну и, собственно, сама коробочка. Коробочка выглядит как коробочка. Уже здесь покоцалась вся. Черная такая, матовая. И что у нас здесь внутри? Давайте посмотрим. Очень туго открывается. Ну и здесь, как всегда, китайский шик. Первое, что нас ожидает, это вот такой вот юзер-мануал или гарантийный талон, или просто приветствие на английском языке. Прикольно. Есть и хорошо. Далее. Юзер-мануал. Dual Driver Air Force. With mic microphone. То есть это двухдрайверные наушники с микрофоном. Все правильно, если я ничего не путаю и знание моего английского именно на таком уровне. Ну а внутри единственный кейсик и больше ничего нет. Коробочка, два конвертика, юзер-мануал и вот такой вот прикольный кейс. Сразу внимание к деталям. Есть маркировка Blitzwolf. Это очень хорошо. Далее, по самому кейсу. Здесь прикольная вот такая вот резиночка для того, чтобы вот эта штука, которая называется крокодильчик, или как это называется, вот эта штука, чтобы сама эта ручка, она никуда не девалась. Прикольно. Мелочи в деталях. Открываем. И что здесь внутри? А здесь внутри вот такие вот наушнички. Наушнички пока отложим. Есть сменные амбушюры и есть вот такой вот, скажем так, креплялка для того, чтобы вы могли закрепить на одежде, если вдруг вам это необходимо. Одни амбушюры у нас на самих наушниках. Еще двое комплектных. Очень хорошо, если у вас разные уши. Например, у меня маленькие или наоборот у меня большие, а у кого-то там маленькие. По самим наушникам. Вообще разговаривать о наушниках, тем более о качестве звучания в наушниках, тем более о наушниках из Китая. Это такое себе занятие. Но я знаю компанию Blitzwolf. Во-первых, они не производят такого совсем подвального качества. Во-вторых, они дают конкурентно способную цену. Я сейчас эти наушники протестирую. В принципе, по оплетке здесь, ну, прикольно. Здесь есть у нас Blitzwolf-овский вот такой вот, такая штучка для того, чтобы это все дело закрепить. Сами наушники у нас из обычного кабеля. Немножко, знаете, он такой матовый. И я бы сказал, даже прорезиненный. Порваться такому кабелю будет сложнее. Это не тканевая оплетка. Хотя, хотелось бы, наверное, тканевую. По самому штекеру. Штекер тонкий. Пройдет даже в смартфон с чехлом. Сейчас, конечно, мировая тенденция все больше и больше отказа от 3,5-мм джека. Но есть люди, и я придерживаюсь такой категории граждан, которые считают, что звук слушать надо по проводным наушникам. Хотя, есть, конечно же, AirPods и другие представители беспроводных акустик, скажем так, карманных, которые делают очень качественный звук. В принципе, по самим наушникам. Что я могу ощущать? Во-первых, они сделаны из пластика. Это стопроцентный пластик. Есть отметки левый и правый канал. Также, конечно же, у нас здесь видно прямо внутри. Прямо, видите? Прямо здесь. Вот как будто бы там действительно двухдрайверные. То есть, нас не обманывают. Это действительно двухдрайверные наушники. Как они звучат, сколько они стоят, по ссылке в описании, как они звучат, я вам скажу буквально через секунду. Что хотелось бы сразу отметить. Вот видите, смартфон Samsung в чехле. Силикон, он хоть и тонкий, но все равно он, скажем так, если бы вот здесь вот эта вот накладочка, точнее сам вход, выход. В общем, вы поняли, штекер наушников. Если он был бы чуть толще, он бы уже сюда не воткнулся. А так он без проблем втыкается в штекер практически любого смартфона с любым чехлом. То есть, тонкий штекер, это очень хорошо. Некоторые рдеют за то, что нужен штекер с углом. То есть, чтобы у вас это все дело вот так вот не торчало из кармана, вот таким вот. А вот с углом, типа, удобно. Ну, кому как, друзья. Смотрите, все ссылки в описании. Ну, собственно, я прослушал сейчас трек, свое интро, написанное специально под мой канал. Там присутствует партии басов, как вы могли слышать. Я хочу сказать так. По первым впечатлениям, это, скорее всего, качественная такая четверка. На максимальной громкости MacBook, который, в принципе, может прокачать через наушники, скажем так, через 3,5-мм разъем, любые наушники. Это пока твердая такая четверка на 5 баллов. Я просто не знаю, как несубъективно оценивать звучание. Но мне, честно, мне понравилось звучание. Буду разбираться. Может быть, какие-то встроенные эквалайзеры или, может быть, какие-то... Во-первых, у них клевый внешний вид. Мне почему-то напоминает это, знаете, какого-то велоцираптора. Ну, вот такие они, прям агрессивные. То есть, это хорошие такие мужские наушники. Они, из-за того, что они пластиковые, они средней тяжести. То есть, не сказать, чтобы прям тяжелые. Но, если бы это был металл, они бы прям были вообще, наверное, ну, просто супер-супер-супер-супер бы выглядели и чувствовались в руке. Есть пультик. Скорее всего, это плей-пауза назад или регулировка громкости. И также у нас микрофон. Вы можете использовать в качестве гарнитуры, общаться, разговаривать. И, может быть, даже записывать свой голос там во время какого-то влога, если вы ютюбер, либо просто... Ну, в общем, это гарнитура. Не знаю, качественно-некачественно. В общем, она и есть. И на этом спасибо. Вот хотелось бы отметить о том, как они сидят в ушной раковине. Мне понравилось. Вот, честно, понравилось. Они сидят плотно, скорее всего, потому что это затычки. Ничего здесь другого не должно быть. Сидят плотно, комфортно. Не знаю, продолжительный период времени. Я не думаю, что у вас будут уши болеть. Есть чехольчик. Стоит недорого. Что еще желаете, я просто не понимаю. В принципе, это, наверное, вот такое вот первое впечатление о наушниках, которые, если честно, я не знал, не ждал. Но они приехали. Ну, что ж, спасибо компании Blitzwolf. Все ссылки будут в описании. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Поздравляю вас с наступившими или с наступающими майскими праздниками. Череда таких вот интересных или очень видео сейчас будет продолжаться. Постараюсь выкладывать в каждый день. Ну, а совсем скоро вас ждет интересные, увлекательные обзоры гаджетов, в том числе и смартфонов. Чтобы не пропустить, нажимай колокольчик, пиши комментарии. Ну, и, конечно же, подписывайся на чат в Telegram. Он доступен по ссылке в описании и работает без каких-либо проблем. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok